Сори, что опоздал на минуту с лишним. Вторая часть сегодняшней трансляции. Так, сейчас я только разбанил внучка. У меня такой маленький банлист вообще. Так, стоп. На чем мы остановились? Мы нашли, мы нашли потенциально хорошего сержанта с решимостью 61 сейчас у него. Нам нужно выиграть бой на арене. Нам нужно подлечиться, немножко починиться. Нам нужно что? 3000, да? А что здесь у нас? Квест 2 дня Трейтенбург. Нет, я, пожалуй, сплаваю, наверное. Давайте посмотрим, что в кузнице. Ничего в кузнице. Что продавать мы будем? Что продавать? Надо починиться тут. Что-то починить, что-то не чинить. Орков выиграли. Ну как выиграли? Мы там хорошего товарища только потеряли. Ладно, чинимся. Плывем в Сирич. Тут есть квест, но тоже, будь он проклят, караван. И четыре дня, говорит, нужно. Сплошные рыбаки рядышком здесь. И рыба продается. Что логично, в общем-то, через два дня еда закончится. И что делать? И рассвет только. Давайте на разведку сбегаем здесь. Посмотрим окрестности. Потом назад и пробуем последний бой на арене. Взять. Горы. Разведку сделали на горах, но дальше идти уже не будем. Ладно, тогда пешком по этой дороге как раз мы... О, Номадов 12. О, я вас нашел. Кочевники-разбойники. Хорошо. Привет, Смарт. Кочевники-разбойники. Народу много. Не понял, а что? Ага. Так, у нас все здоровые, молодцы. Я начинаю сразу занимать... А, они же стрелки еще будут. Блин, мне нужен стрелок нормальный. Ё-моё. Этот товарищ сомнительный на увольнении. Этот хороший. Это у нас офицер, мы его вообще держим. Да, они подходить не будут. Видимо, через кусты надо краситься. Капец, как же их вас-то много. Опа, вот это очень хорошо. Что, пошли вперед. Я выставляю сюда танк. И уже с Глебкой я смогу на следующий ход их потихонечку долбить. Провоцируем. Это прекрасно просто. Пропускаем. Оп, уже пошел. Отлично. Есть материал для Глеба. Хертон со всеми поздоровался. Не забыл никого. Ага. Так, надо вот этого снимать. Здесь пока уэйт делаем. Мне надо покоцать немножечко хотя бы кого-то. Из этих двоих. Или вот верхнего на всякий случай. Давай верхнего, окей. Вот, хорошо покоцал. То, что нам нужно. На нем мы сможем разогнаться. Лезут, лезут. Нормально. Это мне на руку. Сейчас мы Глеба и ударим вот по этому. Ой, минус мораль. Я сочувствую вам, ребят. Глеба и вот на этом раз... И вот так вот делаем. Отлично. Еще минус мораль. Люди биты. Первая линия у них скорее отсутствует, чем присутствует уже. Здесь по голове, по голове. Не добили. Очень плохая точность. Ассасин стоит наш. Кинжальщик. Бедолага. Может ему щит все-таки выдать, а? Не хватает защиты. Сейчас у него половину брони уже сняли. Бах. Бах. Так, здесь потихонечку начинаем как? Да подкоцать надо вот этого вот. Тоже под Глебу. Ага. Паника уже. Ты помоги здесь. Сейчас будет удар хороший. Не понял. Почему он двоих не задевает? Ну, ладно, давай так. И так. Ну, хорошо. Все. Эти должны уже убегать потихонечку, если у них есть чувство самосохранения. Но, кажется, они не это самое. Не чувствуют момент, когда надо свалить. Все, мажет и мажет. Сколько у тебя с точностью? 71. Ну да, есть проблемы. Все, и тут поплыли они, да? И тут они поплыли. Вижу одного. Остальные убегают, естественно. Вижу второго. Паника. Никуда они не убегут здесь уже. Неплохо так. А, нет, от одного убежал все-таки. От копья, причем убежал. Представляете? Догоняем. Дрейк переподписан шесть месяцев. Привет. Добрый вечер. Да, у нас хорошее начало. Там очень хорошее. Вот, копеечек не отпустил. Молодцы. Так, есть два лавелапа. По трофеям все стандартно, потому что это были базовые кочевники, не наемники, или как они там называются. Так, чувак с булавой наконец-то берет специализацию. Мастером булавы меньше выносливости тратится. И оглушающий получает 100%, если противник не обладает невосприимчивости к оглушению. Вот он наш. Мы ему даем урон. Мы ему даем защиту, потому что тройка прокнула. Но и здесь очень плохо все. То есть двойка выносливости всего, которая нам нужна. Ладно, давайте выносливость. И вот этот сомнительный товарищ. Я его брал из-за атаки. Танцор инициатива. Ну, не знаю. Давайте, пусть учатся быстро, наверное. Все, возвращаемся. Так, полдень. Подожди-ка. Надо же назад плыть. Там уже могло обновиться, да? Да, арена же нас ждет. Тут танцующий с клинками и два кочевника. Это не выиграть мне без серьезного риска. Блин. Блэйдмастер. На нем отдаться легче легкого. Неужели я прыжняком опять сюда сходил? Неужели прыжняком? Блин, плохо. Это очень плохо, друзья. Мне нужно где-то правильно перекантоваться. Сопровождать караван в Трейденбург. Два дня потерять. Это вот сюда. Не, в этот клип с танцующей с клинками, это дикий вообще парень. Там вышибать из меня дух будет только так. Нимбл, не Нимбл. Макджаз поддержал ваш канал на 100 рублей. Ей, добро пожаловать. Привет. Наконец-то попал на живую трансляцию. Наконец-то ждали, и все живые тут. Отличный вечер, отряд хорош. Отряд хорош, смотри, 100 прям, соточка навык ближнего боя у Глефа. И это не предел, он еще три левела получится. Да потому что он ловкий, плюс у него счастливчик еще есть. Так, ну что, караван или не караван? Караван или не караван? Не, не караван. Я подожду окончание дня, потому что уже вечер. Сбегаю, разведаю. Может, на кого напарюсь, может, что найду. Ну а потом отсюда, да, можно уходить через... Через караван. Тем более, что дальше, следующим ходом, мне нужно где-то лучника толкового взять. А это надо куда-то в центр карты идти, и в лесные города, лесные города. Так, ну дайте, пожалуйста, убивабельных кого-нибудь. Нет, не дают. Возможно, это из-за того, что, типа, в полдень меняется набор, но не факт. Да мне нужно выиграть, чтобы закрыть задание основное. И тогда у меня сержант по это самое, потом вдохновение появится. Еду надо взять скоро. Ну, проверяем. Нет, танцующий. Танцующий, танцующий. Хоть ты тресни. Хоть ты тресни. Ладно, еще день кукуем. О, есть семь бандитов. Ну, хотя бы так. Хотя бы так. Тем более, там налетчики есть. Я хоть денег немножечко... Так. Да, тут и броня есть. Тут налетчики хорошего тира. Но я подкаечу их немножечко. Потому что они встали под глефу. И этим надо пользоваться. Раз. Прикрываем. Прикрываем. Они полезут, естественно. Это сто процентов, что полезут. У них выбора нет. И вот это место будет занято. Так. Я немножко подкоцаю. Так, чтобы... Что же? Пропуск ходом. Вот эта вот точка мне нужна. А, ну вот мы потрем тогда. Зарядим. Так. Выбили дух. Застанели. Товарищем. Глеб. Вот так работает. Охрененно работает. Влевка. Там ребята уже начинают что-то подозревать. Это все. Все, побежали. Круто. Чисто сыграно. Вообще чисто сыграно. Ага. Ага. Два шлемака хороших под ним был. Дали. Левел А получил. Товарищ у нас. Ну и по крайней мере, видите, не тратим время. Но уровень получил такой себе. Я его на позицию типа погля... Давай выносливость урон. Выносливость урон. Хиты. Выносливость урон. Мели дэмэдж. Защита в ближнем бою. Возвращаемся домой. Можно было еще немножко погулять. Ну я очень надеюсь, что... О, есть квест. Кочевников успею. Туда-обратно метнуться в течение дня. Надеюсь, успею. Да, успеваем. Вот это нормально уже. Это уже хорошо. Блин, он пошел через скалы. Дурачок. Он неправильно в Pathfinder не умеет. Надо было по дороге, а потом сюда. Обратно пойду так. Ой, ифриты уже появились. Так, 9 человек. Хорошо. Там, скорее всего, лучники есть, да? Да, судя по поведению, там есть лучники. Они начинают готовиться к... Начинают защищаться, в общем. Ничего, защищаются. Мы идем. А мы идем. Начинаем сверху. Вставать, скорее всего, у Глеба и сюда. Здесь, как раз, видите, место есть. Хорошие. Должны лезть, потому что я уже дурочкой подошел. Они не могут это игнорировать. Но что-то большинство игнорит просто. Какого лезть? Какого лешего? Какого лешего? О! Ля какой-нибудь. Нельзя. Разгоняюсь. пробел, чтобы вот эти вот подвинулись. Я думаю, что сейчас нижние сейчас пойдут. И они могут занять клетки. И я как раз Глеб и смогу более выгодный, чем удар по одному, сделать. Как можно помочь спровоцировать нижних. Да, пошли, пошли. Отлично. Ну, по крайней мере, по двум я смогу ударить. Да, идут. Все хорошо. Обходят, правда, к моим двуручам. Собаки. То есть тут мы так делаем. Прикрою даже, поставлю щит, чтобы они через танков... На танки должны были идти. Должны выстроиться здесь как-то под Глебом. Раз-два уже есть. И вот здесь, это место, если займется. Все. Это удар по троим. Там двух ударов хватит, чтобы они передумали. Стан. Раз. И два. Все, паник. Вяжем лучников. Из-за того, что паника идет, они, соответственно, страдают на треть по защите. С главными случниками здесь поразобраться. Готово. Отбивается отчаянно. Шансов нет. Зоги, привет. Так, трофеи, кстати, серебро столовое взяли. Это тоже денежка. И плюс нам дадут деньги на... Но эйфиритов я не люблю. Хотя у меня есть буздакан. И, кстати, дробящее оружие хорошо должно зайти. Но ключевое сейчас, это выиграть на арене. Последние вот эти вот бои. Одиннадцатые. Ну, начиная с одиннадцатого. Они жесткие. Ну, или шестого, в зависимости от того, когда вы начинаете. Желательно, чтобы нам не было гладиаторов. Не было бешеной гиены. Я согласен. Вот бешеные гиены за счет копейщика взять можно. Так. У нас еще сержант подтягивается, да? Решительность ему берем. Тройку урона берем. И жизни берем. Потому что, да. И сержанту нужно вдохноводушевление. Это и требование по следующей задачи. То есть мы и знамя должны взять. А в одушевлении сразу будет все хорошо. Но внимательно. С гиенами не все так просто. Я бы взял сетку. Обручи. Погнали. Гиены жесткие. Под них нужно танка подставлять. Обязательно. Но они сами, видите, какие сволочные. Не хотят подставляться им. Раз. Попадание. Есть два. Хорошо. Ой, промах. Так. А это куда? А это сюда. Вот это плохо. Я все-таки в руку не взял, да? Да. Тут щит надо брать. Да, это гиена прыгает. А, нет, хорошо, что она взялась за танка. Ну, живем, блин. Пытаемся. Ой. Два удара и страх попало. Еще сейчас будет удар мимо. Мимо. Там воодушевление, причем у меня. Этот живет. Блин, как же было. Так, ты не трогай ничего. Ты пытайся добить ее. Пытайся помочь. Пытайся ударить. Ты в щите стоишь. И тыкаешь в это. Ты подходишь сюда. Удар, но не хватает. Следующий ход пытаемся выдержать. Есть, танк держится на этот раз. Молодец. Все, ребят, это ветераны арены. Это ветераны арены официально. Пять решимости. 50% выжить. Левел ап. Все, ветеран арены. И мы выполнили цель. Вау, шикарно. Вот он, ветеран арены. Здесь я взял двужильного. Но вообще надо идти, конечно, в закаленного боя уже. Да, и закаленный в боях. 1-1 фигово. Выдали, к сожалению. Так, и теперь можно с чистой совестью ехать на север, я полагаю. Проверяем напоследок. И чиним, кстати. Почему я не начал чинить? Надо после битвы, когда тебе выдают оружие, сразу заниматься починкой. Вещей, которые надо продавать. Столовое серебро продать нужно. Ветеринар арены. Учитывая, сколько, да, верно, гиен мы с вами погубили. Так, освобождаем инвентарь. По крайней мере, продаем то, что вычинено. Можно напоследок кого-то купить. О, лучник! Он плут... Есть, можно без этого. Это одни из топовых лучников. Кочевник. Давай, пожалуйста, стрельбу хорошей звездочки. Ну. Стрельба хорошая, но звездочки нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Решимость защиты от дальнего это хорошая. Но сдали четверку на старте. Максималку дали ролл. Это может быть хороший все равно лучник. А вообще с такой атакой может быть его брать на метателя. Видите, у него и три, и не три. А что лучнику качать? Следопыт неплохо для того, чтобы каять и с ним выдыхаться. Нет, это хороший товарищ. То есть у него база высокая по луку. Самое максимальное, среднее, это 47. А нам дали 50. То есть у оленя 40... Нет, у оленя там вообще 60. И это я перепутал с решительностью. Нет, он не топовый. Давайте пока учить его будем. Снова четверку дали на втором уровне. Максимум. А, это не сделал. Ладно, давай 4-3. Что еще? Инициатива лучникам хорошо заходит. Защита от дальнобойных атак жесткая. Двойку дали. Защита от дальнобойных атак. Я, пожалуй, статы не буду в яблочко брать, потому что... Четверка снова. Это хорошо. Тройка снова. И выносливость четверка. Ой, хороший выходит, а! Так, тебя, может быть, одеть во что-то получше. Арморчик, давай. Обзор будет меньшим. Чиним шлемаки. 50-30. Лучше тебе дать шапку. Тебе такую дать. Так, это уже очень даже неплохо. Еще вот хороший потенциальный гладиатор с какой-то секирой. Ладно. В арену мне сейчас смысла особо нет идти. Я поехал на караване. Так, все, известность растет. Это хорошо. Сейчас нам... У нас новая цель будет. Спутники есть. Но спутников сейчас денег на них нет. Чем раньше я возьму? 2500 разведчик. Тимуз. Давай, ладно, разведчик. Это мы 15% всего экономим. То есть мы увеличим на 15% скорость перемещения. Мне кажется, на караваны только не действует. Но, соответственно, экономим на жаловании, на еде. Время экономим. Зайдем сейчас в Вальхазив. Мимоходом. Так. Нам нужно боевое знамя. А, только у меня нет денег на боевое знамя. Что-то я не подумал. Мне нужно было 2000 крон накопить сначала. Это ошибка. Было бы знамя. Сейчас мы уже получили бы копье хорошее. Так. Давай в следующем городе попробуем сдать предметов, чтобы получить бабло. Метание рейндж скилл требует. Да-да-да. Метание требует рейндж скилл. Но метание... А, этот город мы мимо проходим. Денег уже нет. Метание дает хороший бонус. То есть там 30-ка бонуса. То есть оно работает на дистанции типа в 4 клетки или в 3 клетки. Но зато... Это сам... У него самый высокий бонус к точности. Хорошее снабжение. Что у нас здесь? Здесь у нас ничего, кроме псов. Межевые рыцари. У-у-у. Два межевых. Сколько денег нужно на это? Смотрим на цены. Цены тут очень плохие. Идем в южный город. Возможно, сейчас в этих южных... О! Заметно быстрее начал перемещаться. Так. И пока не забыл, я лученьку выдам еще один колчан. А нет, у меня колчана больше. То есть у него выстрелов немного. О! Номоды. Причем они сразу решили свалить. Но мы не должны их выпускать. Лучник позволяет нам... Во-первых, он самый дальнобойный. Во-вторых, он заставляет очень часто противников нападать. Тех, у кого нет... Большого количества стрелков. У этих, к сожалению, стрелки будут. Тут уж... Ничего не поделать. Ставлю щит. Двигаемся сюда. Сюда. Хорошо, нет. И у лучников колоссальный штраф, если перед ним кто-то стоит. Там либо укрытие, либо... Попасть туда сложновато. В принципе, это Александр Михайлович, тебе привет. Давайте сейчас ката-паузу сделаем, друзья. Хамикрис. На тебя фокус. Трис. 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 Ну, трис. Ну, давай, по-моему, самому. Улыбайся. Хамикрис. Хамикрис. Так, по голове. Кажется, там будет игнор щитов уцепан. Так, здесь пока пауза. Ну, подставляем опять под глефом. У меня потенциально вот еще второй глефист есть. Вот. А что я не могу попасть? 60% в источнице. Это весьма неплохо. Сейчас пойдут в атаку. Это, в общем-то, то, что мне нужно. Добьем-ка этого, наверное. Жалко, далеко я глефу поставил. Но я ее не хочу подставлять, просто его боюсь. Лучше лишний ход. Танки потанкуют еще. А, и лучник может дважды стрелять, если... Во! Видели? Он хорошо еще работает, находясь в... Плотную к... Вот, если стенка на стенку, он может... Неплохо сзади накидывать. Все, готово. Этого мы же не догоним. Надо накопить денежку. О, тут два контракта с тремя звездочками есть даже. Смотрим на цены. Цены ниже среднего, поэтому я бы пока что не стал здесь ничего делать. Берем первый контракт. Посылка неприоритетная. Сирич далековато. А это... Угроза. Хорошо. Косарик. Кто это будет, интересно? Змеи. Семь змей. Семь змей. Это очень опасно. Поверьте. Ну ладно. Они сажать могут легко человека. Я буду вот сюда, видимо, выходить. Пытаюсь еще поотстреливаться лучником. Но мы уходим наверх. Хотя толку? Нет, мы не можем уходить наверх. Мы, главное, должны подставить танка в первую очередь. Вот этого нашего. А больше никого. Капец, их очень много. Они идут. Так, ну выстроились почти, да? Паузу делаем. О, 30% попал. Ой, два раза попал. Ай, красава. Тут пока ждем. Ей нужна кучность, чтобы понять, куда станка вставить. Так, понятно. Вот она. Вот она. И надо потыкивать, чтобы было проще. А, вот это плохо. Стан прошел на змею. По ней же. И гляфа не убила. Сейчас будет жесть. Танка тискают. У нее там минус 60 защиты. Бьют сразу половину хитов. Блин, держись. Этот будет атаковать? Не будет. Тогда вот так. Не попал. Дай сюда бить. Вот так. Одна змея бежит. Не, а пока я нормально. Но надо помогать здесь. Щит. Это у меня вообще с воодушевлением чувака. Который там не должен быть. Попробую оттолкнуть под танк. Очень хорошо получилось. Соответственно, тут так. Тут так. Так. Не добил. Добил. Молодец. 7 змей. 7 змей убили. У змей опасная способность. Это то, что когда они окружают, у них в два раза больше бонуса на окруженных. То есть не 10, а 20. Трофеев много. И Глефа получила. И этот получил. Ой, все получили. Так, хорошо. То есть угрозу выследили. Косарь получили. Сейчас нам должны знамя выдать. Ну, вскоре. А, цены здесь плохие, да? Беру ремонтный. Беру немножко риса. Плохо. Риса и так было много. Так, Гунар в Сидич. Я могу пешкарусом дойти, потом доплыть до Сидича, но денег очень мало. Хороший строй намечается. Это да. А кто здесь есть у нас? Рабы немые. Да мне особо сейчас никто не нужен. Мне сейчас надо этих текущих качать. Не, не буду я посылку брать. Потому что это дает мне блок на миссию в городах по дороге. 7-6 мехи еще. Я не прокачал. Так, что мы качаем Глефе? Ну, урон понятно, выносливость понятна. Здесь защита. А, Нимбл уже качаем. Алло. Ловкач. Он становится в 2,5 раза плотнее. Танцор живота. Атака. Опять выносливости нихрена нет. Командная работа, если это будет Глефа. Но я сомневаюсь, что это будет Глефа уже. Я пытаюсь его выкрутить, но что-то не выкручивается совсем. Что у нас по... В целом 6 змей, не 7. Поехали. Попробуем потом уже с самым принципом. Ой, молодец лучник. Главное не подставлять вот этого товарища. Пропускаем ход. Так, а эта же штука меня сейчас затянет. И я успею сходить. Не, не успею. Это очень плохо. Он же тиснит сейчас меня. Кого-то из моих. А если тиснит Глефу, то его там раздерут. Не, не раздерут. А, и он пропустил ход. Это очень хорошо. Но я должен сейчас буду подходить танкам. Не, не должен. Эти не дойдут до меня. Я должен пропускать все. Эти должны двигаться сейчас вперед. И у них не хватает нацепления. А цеплять будет только последнее. Ее некому будет поддержать. Удар не такой плохой. Пусть. Огнешение не сработало. Сюда и так. Сюда и так. Блин, сейчас лучника вообще сапнуть могут. Опа, и минус сержант сейчас будет. Или минус лучник. Блин, минус два присеста сейчас будет. Блин, да. Так, как Глефист будет бить? Ну, понятно, как он будет бить. Блин, да. Блин, да. Лучнику я еще щит не дал. Это грубая самая ошибка. Есть Глефа раз. Раз, Глефа два. Оставляю его на случай. И этого подставляю. Всех подставляю, чтобы он может мораль не пробнуть. Не бейте. Нет. Он выжил из последних сил. Похоже, что выжил. потому что нет оглушение дали хорошо все выжил лучник на хрена так рисковать да я не специально там такой хаос пошел чуть не минус лучник у него там травма у него две травмы минус выносливость минус установление спасибо что живой во старик этот гладиатор кажется вы встречаете старика что присоединил прислонился отдохнуть и каменной стены в одной из же маят посох второй еще будет камни снова не родные а нет не он драгоценный перс не нет не он счастливого пути желаем не будем мы на скользкую дорожку там ради персня негатив ухудшение взаимоотношений смысла нет но это мог быть гладиатор там такая же превьюшка он уставший но кстати эту старость можно снять живой водой как и болезнь ну травму пришли здесь два квеста это очень хорошо и что по ценам а то я уже цены тут такие же не очень надо дойти до правой стороны что по квестам угроза и караван очень далеко но угроза тогда кузница может что есть глефа есть 2 в кузнице глефа есть в кузнице угроза пошла в левом по дороге надо было идти сразу же змей ладно вообще я еще зря я не успел подчиниться лучник забей просто даже не иди алдера адрес к вот привет а очень зашло стримы по вархаммеру верментайд а это было давно новые дополнения да это тимп тимплейная штука я не это самое а по и у нас опять чувак который будет тащить всегда вот этот давайте-ка я назад на клеточку отступлю всеми так вроде не достает раз подходят 33 процента стрелок так ну тут вроде как есть выстрелись танчик идет начинают сразу тыкаться этот идет уже начинает тыкать стыкать ты помогай пусть вот он удар до встаем так вытаскивает опять не сержанта и сержанта что ли все битвы все таки его вытащили я пытаюсь подставить но у них инициатива они сожидан на минусы надеяться только на то что он выжил и травму у него тяжело быть сержантом мэйтсами еще глефа могут убить раз мажет и мажет а опять не это самое нет повезло я не туда бил тороплюсь тоже повезло ну что сержант живи пожалуйста мертвый присаживайтесь рядом с убитой змеей ее для нас то ли велика что потребовалось уложить ряд несколько людей вашего роста такой вина тварь мне снова на сержант мне снова нужен решительный чувак так а что кинжальщик берсерк 333 можно защиту для стрелка взять командная работа ему не зайдет блин я сержант и не это самое а у меня сержант был вздохновением глав погиб сержант сержант весьма перспективный нужно быстро адаптацию взять а ему снова четверку дали у него из четырех три четверки это хорошо 69 68 может быть быстрые руки тогда давай сумки пояса или как там лобкость рук вот ему надо дать сразу соответственно меч и щит ну копье и щит ладно поехали сержант теперь опять у нас под вопросом номадов собираем пятьдесят процентов мы готовим людей под глипом что если он добивает у нее дополнительный ход без шансов но это обычное чего-то кинжальчик отлично работает у нее четыре удара получается даже пять он может ударов сделать из-за берсерка следующим мы ему дадим как раз от берсерк да там одно убежал здесь тоже по морали просел товарищ на берем блин от сержанта сержант ну миша сейчас опять надо какой-нибудь монаха искать вообще мастера по лукам надо брать то есть надо наверх идти за сержантом монахи почти никогда не водятся сумерки и ночь да но есть квест на тройку караван пять дней это не то ладно окрестности опять осматриваем возвращаемся в город продаем смотрим что на арене смотрим кого раз можно нанять на арене у нас блэйд мастер кто по найму я деньги не могу тратить мне знамени нужно сделать смотрим что здесь по ценам цены здесь такие же хреновые у меня почти весь инвентарь забит так что давайте выкинем и шкур змеи еще же можно что-то делать наверняка 2000 мы набрали типа но и мне кажется ингредиенты вообще не надо тратить да известно сатры а растет отряда мы получаем боевое знамя едем сидишь отправляемся на север доставить посылку кому сэнд филса мне как раз нужно туда сэнд филс да мне нужно проходить по всем этим городам так подожди ремонт надо взять пусть за 300 но надо брать уже 28 день у меня сержант мертвый да крутой нам это было а чё поделать то ты же видел что я его не совал у него был щит его просто в пять змеи закинули все за два хода разоплотнили что этот мог сделать о заяц это кстати хороший охотник потенциально а есть потенциальный сержант давай родной решительный 44 из звездочка есть но за неимением лучшего его беру да и ему знамя да ему кипарик и броню который я продал до на денег еще нет так ну не сломай его тогда пожалуйста а я квест не взял дым сейчас будем тогда выискивать квест вот здесь кошмар опасным браулера беру ох ты браулер какой 6 звезд но база очень низкая ждем кошмары сейчас придут альпам сколько их было интересно а варвульфы бешеные магиус горит на самом деле я так понял если тебя распад кучи чем старт это все хорошо правда по механике да не не все так просто конечно же конечно же не все так просто они альпы и варвульф это как альпы и варвульф так а ну-ка назад погнали твой он проскакивает сразу начинает жрать мне хорошо литоволк 27 понятно убегает остальные как-то не особо с альпа начнут меня гасить сон сон пошел мимо броней не кусают махнулся что ли 1 2 стан прошел отлично махнулся случайно сажать ногу сам второго нашли жать давай сюда пришел в себя собака ушла давай так наверное давай так наверное 1 убили 2 остается так им еще минус альп он убегает окей все но за косарик слушайте это серьезные альпы специфичные на них лучники хорошо работают вроде как потому что ты но они в рандомное место вокруг тебя терпортируется так сдали поехали дальше сан филос но вода в 6 обязательно на кочевники головореза мы вроде я не сильно по кацан мягко говоря у них стрелков нет они рвутся в бой ты дважды и плетки ну и как же очень хороша гляпа встает на позицию танк блокирует сюда какой зигей в этих по удару останется надо броню взять с сержантом очень быстро уйдет можно было попробовать оттолкнуть я занял место чужой им эти собрание мы с ним потому что не было там никакой броню не какой же он терпеливый то так хорошо тут обошлось тоже без без каких-либо трат это прекрасным 28 день так и что здесь на глаза дома сквозь им немало золота поселения а ведь мне сержанты не без воодушевлений у меня не получается благородный дом тогда скорее всего торговли нет дикие чудовище вряд ли 12 человек долга благородные дома а мне могли быть уже повязку сейчас выдать за воодушевлением вот такая вот беда выслеживаем угрозу о номады с этими о там еще поселение какое-то так на сетипетами я думаю что не стоит церемониться там всякие овервотчу делать это ерунда потому что мы их тут просто убиваем просто и со вкусом забить таким вот образом но их слишком мало их они хороши знаете когда беру числом когда они могут на всех накинуть паутину и вам еще например не везет вы не скидываете потом паутину с 50 процентной вероятности вот тогда начинается жара а как сейчас например не скинул дважды паутину частность с какого только раза вроде взял им а кто еще остался не в глупании а там два паука вылупились просто да и если пауков больше чем определенное количество они начинают влупляться или просто это стадия игры когда начинается они влупляются так есть у сержанта об он нам поселение забытую садим видели иван какой надо зайти посмотреть что-то так здесь тоже столков нет но у них возвышение я двигаться просто вперед не буду все процентов стану так до сержанта загрузили змеи без шанса вам так вот эту тройку пытаемся убрать красиво что не говоря глеф работает против массы просто великолепно если правильный человек стоит на глефе а лучник нормальный из ведь ему хватило поставить два предмета но из-за пассивки что лучники умирают когда когда к ним доходят раз два три и четыре вот удара и еще он мог пятый удар нанести видели нет инжалист хорош пять ударов на добивание это звучит как чертова имба все готово ну время не теряем то есть вот то что мы не сидим там лагерем не чиним всякие вещи выполняем квесты зарабатываем деньги это хороший хороший сигнал надо посмотреть что сейчас можно будет починить так как оружие определенно будет какое-то стоящее два лавы лапа ну хотя у нас кто браулера зачем эти взял а потому что боялся что будет проблемный ты мне не нужен тогда один лавы лап решительная стройка защита хиты хиты что проверим так еще починить я забыл проверить что можно чинить это 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 призраки не можем а потому что если был у меня сержант за воодушевлением я бы сюда пошел там не так много народу а вот это извините просто когда мы сейчас о известность растет можете получать контракту благородных может тогда вернемся не давая лучшая на разведочку на север пойдем отсюда ночью приду к сожалению здесь какие-то остатки кто-то ходит заходим контракт благородного на 3 2 700 ты дурак ну я посмотрю сколько их может быть мы там вместе с кем-нибудь это сделаем тут же ополчение есть рядышком а рядом с сант сант фэлсом так но есть караван как минимум один я бы пришел туда пораньше посмотрел очередь караван это сильнее кровать так аккуратно военная компания даже здесь рядышком ну и где же они он но моды одному да возьму куда их возьму это военные видите сколько не отступать не хочется это минус морально орков как ты качаешь дуэнта я щас не качаю уже дуэлянт такая долгая битва сейчас будет пока не там все сходит хотя мы их можем чуть ли не в один ход убить да это караван они защищают каравану че с ума сошли ребята у вас там там шли маки 200 230 доспехи тоже 200 они сидят защищают караван дуэчон вы че он молодец и не попал не может прилететь здесь глефе ну конечно сейчас вы стелить вылится все глефа уже немножко падает приуныло тут его ассасина мне сняли караванщика убили это вояки вообще не знаю чем о чем они думают ну да сейчас вы будете стелить меня мне надеюсь я кого-то здесь хотя бы смогу добить понятно пытаюсь добиться не получается раз понятно все еще мне прилетит скорее всего я пытался на мораль проверить они первые ходят песок промах добили зеленокожие за 2000 это я не знаю это это какие-то почти стел и это добилась надо мод поставить на скорость то это какое-то он в подобные битвы могут просто по полчаса быть я всего лишь хотел на моду взять нить получил два раза по лицу и в лучшем случае двоих из шестерых не с орками сражаться так а мы типа благородных домов уже получили вас сержант а вот сержанта нашли а вот и орки мароди и чем я буду с орками с торговым караваном сражаться а там только молодые орки а если с компания была бы это короче отступаю всеми я караванчика подставлять буду у меня нет задачи их их прикрывать поэтому пусть в них чаржится всем а я дальше посмотрю как но их много 11 человек это много но три косаря это три косаря чуть назад все таки не хочу вот честное слово тем более видите не все фанатичные идут вперед эти вообще сумасшедшие я не знаю зачем они вылезли это пол хода они выйдут смотреть charge плюс мораль уже а вот здесь надо видимо уже останавливается пытаться еще двое караванчик вписывается и этот хорошо все но тогда мы заходим гайзом горный отлично прям прям тима вы встретите как таким плотным строем стали красавцы только глефа не ален из того что здесь стоит погоди-ка может мы кого-то сможем подрезать этого хотелось подрезать подрезали а видите не хватило я надеюсь эти продержатся ходик хотя мы вот этому вообще удачи над желать молодец что щит поднял красава просто режем 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 мораль сбиваем взяли вы должны убивать и вставать на его месть ассасин жалко так хорошо не выигрываем ты косаря ребят кто-то говорил конечный конечный таким вот голосом противном чатике вот кто это был признавайтесь вроде никто сейчас посмотрим чую конечный говорит достоевский и ставит пеку а лучшим дух снял не смог я удержаться хотя он должен был глеф глефисту оставить одного федору михаловичу можно уже федору михаловичу все и орки паникуют это ли не чудо а все потому что грамотные караванщики грамотно прикрылись мы караванщиками я готов понести ответственность спаси строгость кстати сплэши можно убить и тиснуть защиту там экипировку мышь типа выбьем но случайно типа глеб и попал вам по противнику никто не должен быть против я так удачно здесь встал конечно с этими с с караванщиками не получил фактически сейчас ни одного удара ни одного карл убил орка моего и ушел на другую точку как будто знал что ему в следующий раз прилетит точно догадывался набили вообще чисто много экспы по 250 трофеи даже достались и это три косаря это три косаря так сержант значит 1 значит 2 и выносливость 3 сила воля ты у нас специалист по оружию и должен бить да ну ты и бьешь благодаря командной работе а что он длина имеет значение тебе не зайдет одинокий волк нет изворотливый а что ему еще можно взять ну это чувак который будет бегать и оглушать бегать и оглушать бегать и оглушать адреналин для этого у него по выносливости он не справится пум 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 быстро адаптация тоже неплохо весьма да точность у него хорошая палач калечащий палач калечащий палач калечащий да вторая хорошо глефа нет а ты есть в этом что то есть что ему может помочь ты должен выбирать типа цели нормально и попадать по ним хорошо для этого у тебя командная работа оглушение уклонение ты вообще еще ставил да можно было инициативу качнуть можно сделать типа дебаф подавление но это будет один удар всего лишь эффективность будет так себе как это ни странно одинокий волк может зайти потому что он благодаря оружию может выходить или по крайней мере обходить и доставать так что рядом никого не будет а можно статы взять давайте статы возьмем это самый такой хороший вариант троечка четверочка и пятерочка все статы и точность и защита на ютубе стримы отключили он видимо дропнулся просто и все такое бывает отваливается периодически смотрите по возможности на гудгейме тем более мы вчера фиксанули еще сейчас по 2p рейта в районе 80 плюс процентов то есть там так воодушевление один боец должен 2 700 получили это прекрасно я отправляюсь на север нас 3 800 и следу мне нужен мастер луков по изготовлению желательно тут более жирные квесты охотник на ведьм смотрим на стоимость плохая стоимость квеста не плохая стоимость хронница храм в кузнице что в кузнице ничего набегим где нормальная пища ай-яй-яй-яй-яй-яй пладиатор возмущается что мы кормим их там рисом и хлебом а им нужно вино вяленое мясо так торновол о мастер луков 2 мастер луков нанимаю первого смотрим дурачок он полный возьму 2 потому что он может быть у него 46 со звездой этого 45 без звезды и этот и а ну этот хорек увольняем этого ну что у нас два лучника есть один одного нужно докачать до шестого и есть вероятность сделать лучок он далеко не такой точный он в принципе так себе он на под увольнение но его нужно докачать о кстати дезертир это же хороший а ну-ка так неплохо жирный выносливый точный со звездой я действую дольше и в и в хоро это настроение только так этот чувак хорош он больше похож на глифиста на следующего атака хорошая хотя он жирный еще при этом он прям жирный жирный может быть он прям может быть очень жирный может это ним был какой-нибудь решимость никакая не на для тогда тогда глифом тогда глифом раз решимость никакая смотрим на цены здесь или я смотрел смотрел хреновые сцены вообще мне бы можно уже и вернуться так караван давайте защищаем там 9 человек караванчики похоже не очень справляются о там щиты хорошие это хороший щит хороший доспех это два хороших щита 9 человек 9 человек нифига себе это 2 арбалет похоже ох а шот ван шот о а там на защите пехотинцы крутые да это я очень хорошо писался этих ребят они не заборят никак я тут скорее не то чтобы помочь скорее чтобы пограбить вот в идеале такой караван нужно грабануть в идеале но тут доспех 200 кипарик 200 плюс тоже может мы сплэшем как нас придумаем здесь я пока все очень хорошо идет главное сейчас вот тех людей которых я набрал у меня в лишних почти нет их постепенно докачать 58 отлично я попробую не вмешиваться пока возможно и как же как же они стреляют я попробую здесь не вмешиваются спокойно с этим справиться на мне выгодно не это самое мне выгодно броньку попробовать добить сплэшем водка по кому-нибудь из этих ударить и добиться случайно добить так это бежит уже бежит надо убрать вот вот прям прям срочно надо убирать нашего бы с дыхание щеком что он до нимбла будет очень сильно страдать жалко его то добили молодцы так а вот здесь уже не подходим надо как-то было поэтому два выставка 55 да рада если удастся добить то я могу с доспехи получить за случайное убийство кажется дают доспехи может тогда бомбы вообще в них кидать таких про атаковать не могу но как же мне это сделать то по-хитрому чтобы не подставиться и чтобы добивать может сюда вообще прийти не достану на по этим двоим когда вместо танка ну вот танка сюда обить а я смогу дарить поэтому то есть все что наверх я вот этого могу добить если встану сюда блин сложно привет евген эскадор помогаем потихонечку двигаемся близко близко но недостаточно и парик можно взять эти четворит лучник и этому его никто не учил когда поддержал ваш канал о когда и сообщает михал а не подскажешь почему на ю тубе стрим отключили не отключили скорее поток дропнулся просто и все это бывает такое бывает редко но бывает к сожалению переподключить своими силами я ну и то чтобы совсем не могу но я не знаю где конкретно там делать и не хочу есть если честно узнавать запись локальную делаю по возможности смотрите на гудгейме потому что это наш замечательный сайт из классный чатик здесь все отлично надеюсь у вас не возникнет сложности никаких с просмотром спасибо как бы мне вот этого забрать не могу я никакого забрать вот паник хорош что добивать догоняем последнего надеюсь что смогу мне не смог добить но значит не мой он ладно что-то досталось даже т2 арбалет достался хорошие щит достался который надо менять уровень получили не помещается уже видите не помещается надо скидывать якобы ненужные вещи дубинки в первую очередь что еще у нас дешевая проща дешевая кажется кипарик топорик 2 нормальный все и надо сейчас на продавать рулоны ткани торговец а это нам помог мы помогли и нам дали так что здесь по стоимости 13 так же меня жаба душит ладно поехали короче вниз либо в одном из этих по средним ценам по по продаем сумерки ночь хотя бы что-то я бы скинул если честно хотя бы что-то да ниже среднего цена здесь дешевые ремонтные наборы затариваюсь прям чиню так и лучник лобала получил ты у нас что-то у нас ловкость рук никакого мошенничества что по точности тройка не четверка но все равно неплохо тройка на атаку и давай тройка на хп тогда уж ну и берем луки наверное да персонаж что лица мастером лука знает как из-за далека бла-бла-бла меньше выносливость и острота максимальная дальность увеличивается на единичку и еще я бы поставил колчан со стрелами ему дополнительный куда-то расширенный кончик колчан можно сделать так по дороге смотрим на квестами не появилась ничего и проходка сейчас будет по южным городам а по номады номады два отряда номадов с хорошим оружием это дважды классные у нас морали отлично они лезут 60 процентов уже так а освальд это у нас кто это у нас странный товарищ у нас странный товарищ типа следующая глеф нам-дам ставят танком удар неплохой но этого явно недостаточно чтобы добиться минус щит одним ударом снял тяжелый доспех нашему танку нужно приобретать уже скоро сад 5 на на и опять видите проблема есть с добиванием хорошо топор не попадает ой как приятно да она получал прям прилично следующий бой будет очень сложным если на него пойду может и не стоит там и кочевников больше насколько ну и как бы вот но по ценой много хорошего собираем даже не помещается столько всего хорошего что не помещается я не помню что мало стоит кажется эти щиты мусор 8 номадов давай проранжируем попробуем починить то что будем продавать или напасть на них нападем а вот что мне голова не только головорезы там есть еще кочевники обычными кочевник лучших пращих головорезов несколько несколько то есть три четыре три четыре буздыхан главное сильно не лезть пожалуйста а еще не взял этот а я не взял этот а я не взял вы поняли да чуть не поставил танк капец начинаю заливать кажется а 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 арка а а а а а а Ну, свапаем тогда, чё. Давайте их добьём. Потом. Давай, на этом разгонись. Меня тут беспокоит. Как мне его? Сокращаем, начинаем тыкать, чтобы вероятность была поменьше попаданием. Он попадает по глефе. Чё так мало-то? Почему 23? Улешиваю. Был риск. Между прочим, неоправданный. Всё, побежали, пацаны. Не, ну так молодцы, сражаются, ребята. Пацаны, вообще, ребята. Ни без труда, ни без вопросов. Я не хочу нижнего, даже. Сейчас затыкаем и сбоку. Да-а-а-а. Блин, посмотрел сегодня видос про неочевидно полезную механику. Тебе так, наверное, советовать, что я держусь. А ты бы лучше самостоятельно поиграл и с удовольствием пооткрывал это бы сам. Стартанул бы на максималочке. Чем гайды читать. Параллельно бы с тобой играли. Всё, больше. Два апа. И опять места нету. Чё, дубинка, дубинка. Через два дня мячик поважнее. Три дня, шесть дней. Так, видимо. Так, чинимся. Чиним, чиним. Чиним, чиним. 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 Это чинится. Сейчас хорошо должны продать. Я не знаю, в каком из южных городов цены будут лучше. Та ещё задачка. Но что-то я точно в Альхазреде скину. Чуть не забудь, доктор Смит, пожалуйста. Ну, только что рассказывали про это. Хочется самому на ошибках учиться. Я в следующий раз увидел, что опять что-то нет. Стал бы внимательнее в следующий раз. Щит, Кобрус, тебе тоже предупреждение. Сегодня уже улетел, товарищ, на 30 дней один. За советы. Так, есть, кстати, неплохой класс. Хэвок поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Но он не зашёл. За боевых катанов. За боевых катанов. Спасибо большое, Хавок. Спасибо. Добрый, добрый тебе вечер. Мне не то, чтобы сейчас кто-то нужен в нашей бригаде. Выше среднего цены. Воспользуюсь. Скину тут что-то. Иссохшая кожа для крафта предмета. Щит неплохой. Давай пока металку продадим. Эти продадим. Лучник апнулся. Четвёрку получил, но я его не для этого. Я ему хочу просто хиты. И выносливость. И чтобы он был... Быстро качнулся. Просто быстро. Поэтому ему опыт. Ты у нас типа глефа. Потому что есть выносливость. Есть атак рейд. И троечка защиты пока. Но ты при этом плотный. Поэтому в любом случае плотность берём. Берём тебе чуть лучше рубашечку. Так. Объявление. Да, давай. Конечно. Конечно. Тебе можно любое объявление делать. Я озвучу. Скажи. Ой, спасибо. Там буря. Буря. Но на вореги с ютуба потянулись. Наконец-то, блин. Наконец-то беляки открывают для себя посылку. А мне как раз в Азимшап туда и нужно идти. Альфхазим. Азимшап. Ну почти. Брать посылку. Наверное, брать. Хэвок поддержал ваш канал на 100 рублей. О! И сообщает. Сниму двухкомнатную квартиру в Москве. В районе метро Тимирязевская. Тимирязевская. Ой, у меня там брат жил. Тимирязевская. И там жил Кроу, кстати. Отличное место. Там, кажется, монорельс проходит. Такой более экскурсионный, чем логистический. Тимирязевская. Сколько в этом звуке. Да, друзья. Продам гараж. Так. Хэвок. Товарищ старенький. Хороший. Он главный судья Федерации компьютерного спорта. Ответственный. Работящий. За киберспорт. Поэтому от меня личная рекомендация. Если кто-то есть. Тимирязевская. Пожалуйста. Пожалуйста. Откликнитесь. Я в скорняке буду. Львиное сердце. Решимость. Да, сделаю. Потому что вдруг. Пороховица. Противоядие. Сделаю для пса. Еще одно зелье львиного сердца. И зелье львиного сердца сразу. Хотя бы одно. Передам сюда. Вообще, почему я... А, это нужно... Нужно и вот так. Я понял. Да мне надо было еще одеть его. Получше нашего. Да, он просто используется. Берем посылку. Не вижу смысла здесь дополнительных бойцов брать. Потому что непонятно, какие роли. У меня даже два человека на глефы. Один, который должен до шестого прокачаться. И там рандомить ивент на лук. Доски надо уже посмотреть. Потому что ему на ивент на лук нужен шестой уровень. И доски. Он может скрафтить лучок. Следующего лучника пока брать не буду. Этот вполне у меня хороший. Такой комбинированный. 72-71. Там оригин нужен хороший. Там типа 55. Выбивать по точности со звездами. И идти уже к соточке. Вальхазейфе что? Вальхазейфе два контракта. Причем один нормальный. Кузницы глефа нет. Больше мне ничего не интересует. Кроме разве что цен. Цены здесь неплохие. Ладно, продаем. Я уж устал там чинить, не чинить. Хватит это терпеть. Можно еще поставить... Нет, ничего пока ставить не будем. Поехали. Доставляем посылку. Еды не хватит, да? Обжора вроде нет в этом теме. Доставляем посылку. Смотрим арену. Берем квесты. И снова по кругу сидишь. Но возможно сейчас на север пойдем. Полдень. Посылка доставлена. Известность растет. Из два квеста. Один караванерский, другой. Стандартный. Угроза. Выслеживаем. Берем еду. Смотрим что в кузнице. Глефа есть. Беру вторую глефу. 1900. Нам теперь это уже по карману. И кто у меня на глефа? Там два кандидата. Танцовщик. Но он-то точный, но... Невыносливый. Но он значительно точнее. Но он пятого левела. То есть тренажка, да? А этот со звездочкой. А этот тоже со звездочкой. Ладно, давай пока тебе. Посмотрим. Потом докачаться в любом случае надо до древкового оружия. Потом... Потом глянем. Две глефа поздравляем. Выслеживаем угрозу. Смотрим, какая сволочь. Восемь змей. Капец, как вы мне дороги, а? Ладно, погнали. Пока здесь стоим. Далось, отстрелить не получилось. Блин, вытащи джедан. У них очень много. Я лучше к лучникам подойду. Не нравится мне эта идея на горе. Потому что они могут занять ее гораздо круче, чем я. А так у меня и лучники постреляют. Кое-как. Понеслась. Раз, два. Три, четыре. Хорошо. Вяжем, бьем. Ждем. Ждем. Хорош. Надо наверху блокировать уже, видимо. Пауза. Шпит. Надо, чтобы эти подошли, но они так не торопятся. Так, тогда ты как? На нити сколь будут, нельзя им туда. Этим тоже нельзя, да. На ничь сажут мне танк сейчас. Я не сажут. Не сажут. Тискают ассасина. Танка тискают. Понеслась. Площенька тискают. Не все тискают. Все тискают. Твою налево. Твою налево. Продолжение следует... Продолжение следует... Терпим, терпим. Ребята, просто терпим. Почтим. Щелучник. Это, кстати, очень хорошо. Так, а как мне вот так? Хорош. Вторая глифа... Начинает. Это был мастер по луку. Нам нужен новый мастер. Хрен-то моржовый, а не ведьмак. Жопоты, а не мастер. Я даже помню, зарекался на змей в таком количестве не ходить. Это... Такой рандом. Ты вообще не знаешь, как они будут тебя таскать. Там либо лучников должно быть миллион. Он выжил! Он выжил! И 15% к решимости. Вот такая бы травма. Это суперкрутая травма, на самом деле. Для сержанта. Но хорошо, что он выжил. Ой, живи, родной. Отшибленный. Возвращаемся в Азимшап. Квест дали. Косарик получили. Что на арене? Кто на арене? Тролль! О-о-о-о! Мне кажется, троллям мы напинать вообще должны из-за втроем. Но проблема в том, что я не помню, что делает тролль. Он... Ну, он чарджится, кажется. Кажется, чарджится, регенится он. Хватит ли мне урона? Я не помню. Я не помню тролля вообще. Нет, это я совета жду. То есть, что он делает? Что он делает? Броски, да? О, ассасин. Подождите, ассасин случайно не... Не мега крутой. У него решительность высокая. У него защита высокая. И атака высокая. Он очень крутой. Дорогой, ну что ж поделать. Защита со звездой. Защита со звездой решительный. 58 решительности без звезды. 65. И он доставляется. Ну, у него не попал навык дальнего. Он может метателем быть. Но... Это хороший пацан. А, он регенит пас. Всем здоровья заход. Я думаю, можно бить над травмами. Тролль пишется, стример, но баз дает. Совет ставит пеку, ошибается, получает фу. Ладно, погнали на троллям. Здесь у нас с сеточкой. Не, на 70 урон это вообще не проблема. Нанести. С этим даггером. Я бы только сетку вторую прикупил. И броню бы починил. Да, тролля я не видел очень долго. Давненько не сталкивался с ними. Нимбл есть. Нимбл есть. Соглашаемся, блин. Опасно. Все равно этим... Все-таки взяли двурочный хват. Скорее всего. А что другую пушку взять? Копье бы пригодилось хорошее. Ну ладно, погнали. Блин, здоровая тварь какая. Здесь мораль есть. Ага, он наниже у него ходит, да? И отступаем. И отступаем, отступаем. Он идет. Бах. Стану этого. Пропуск к кодам. Сетку не поставил. Дебил. Кидаю пока не... Просто бьем. Пока деф. Не, он пока сетка работает. Стыки его. А вот здесь через вейт. Оттолкнул мне танка. А мы ему сейчас в 30% сняли точности. Он промахивается. Да. Инжалик. Затутаем шельзи. Молодец. Ну косарик. Косарик. Косарик не лишний. Плывем сюда. Тут контракт дома хороший. Что-то про собаку мне кричит там. Мародерствующий зеленокожих. 1500. Банды. Банды попроще, чем зеленокожие, дают. О, ополчение поселения Сиджис присоединяется к вам. И хотя они представляют из себя лишь толпу плохо вооруженных неумех, их решимость защищать свои дома и лачуги велика. Они готовы выполнять ваши приказы, полагая, что вы отправите их туда, где они наиболее необходимы. Встать в строй и слушаемую команду. После такого вы решили принять руководство на ополченстве, спрашивать какое оружие выбрать для предстоящего сражения. Щиты и мечи первой ряды. Отребье в бой! Ждем нашествия разбойников. Что-то они не идут. Рыбку съесть. Вот они. 11 человек. Разбойники близко, готовитесь защищать кодоев. Заманиваем, заманиваем их. Они начинают сжечь, и я нападаю. И с нами, с нами лемминги! Ааа, с копьями! Опа! А что в меня-то полетело сразу? А там Т-2-шные, ребята. Стоп, это мой такой пробитый? Блин, у меня мастер луков никакой. Дурачок. Надо выводить его нафиг. Как ты вообще здесь стоишь-то? Копье-то-то второе. Топорики Т-2. Шлемак неплохой. Метательное оружие. Так, стопэ. А, я ими управляю. Ооо, в бой! Мои бравые воины! Все, ребят, это уже не остановить меня. Это меня не остановить уже. Давай-ка вниз пойдем. Лученьком. Вперед, 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 вперед! Заходим наверх. Сержант приободряет. Танчик идет. Ассасинг крадется. Не совсем крадется, но идет, да. Но их много. Ой, Леменгу убили. Готовимся. Надо завязать бой. Так, Амир, это ж нормальный. Да, Амир это... А кто он? Ассасин с высокой базой первого уровня, да? И защита десятка на старте. Да, это хороший товарищ. Прилетает в Леммингов метательное оружие. Ооо! Хрена себе! А ну-ка. Они сами влетают в меня. Ой-ой-ой. А что началось-то? Блин, нет, Амир. Беги вместе с лучником подальше. Там какие-то злые люди. Ну, это парист. Первого уровня, а ему вообще плевать. Так, здесь заходим на метателя. Здесь непонятно вообще, как заходить. Вроде Ассасин надо поподрезать уже потихонечку. Все, минус. Минус Амир. Какие же лучники все-таки жесткие. Толкнуть это, толкать этого не хочется. Бьем его медленно. Нет, тут, тут без... Ну, уже все плохо. Уже мы как бы... Нам вяжут сержанта. Тудар неплохой, но этого мало. У нас Лемминг убегает. Пытаться застанет и получилось. Минус Лемминге наверху. Сержант под ударом. Держится пока. Минус еще Лемминг. Хороший удар. Так, Глефа, 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 Глефа. Тут подготовь. Тут подготовь, попробуй. Молодец. Да хватит, уже паника. Сержант, а у меня воодушевления нет. Минус щит. Так, ладно, готовимся под этого. Добить. Пытаться. Не добил. Добил раз. Хорошо. Добил два и паника пошла. Как же все-таки... Хороший, Глеф, а всему голова. О, 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 о. Паника у Лемминга, значит, сержант прикрывать. На ютубе будет запись? Будет запись на ютубе? Будет. Так, помогли, да? Дай вам отступить, сучка. Чтоб знали. Не, не отступаю. А это наш пытается убежать его. Покосали. Ну, без Леммингов, это была бы совсем другая история. Все-таки его зарезали, да? Все, убегайте, пожалуйста. За это самое. Ну, там две травмы у человека, я его понимаю, прекрасно. Раз. Готово. Да, жизненько, жизненько, жизненько. Ну, вывод какой? Нам нужны на первую линию чуваки, которые хорошо будут падать. О, он выжил. Минус инициатива. 10%. Там броня хорошая. Еще много всего хорошего. И мне за это полтора косаря еще выдают. Нет, это не то. Ой, 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 ой. Это были не те бандиты. Поодушевление сержанта, решимость, защита, нескольствость. Блин. А, их просто несколько. Ага. О-о-о. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я думаю, в городе надо новобранцев набрать. Ха-ха-ха-ха. Набрал. Харек. Так, ладно, эти топовые, это топовые. Вторая линия в заднице просто. Этого надо убирать. Кузницы здесь нет, чтобы починиться. На лодке только уплыть можно. Ладно, я... О-о-о, есть. Известность растет, мы сержантскую повязку получили. Сержантскую повязку сержанту. Жгут. Да ладно, не надо. Ой, я дурак. Ой, хорошие щиты у них. 11 человек. А я без лиммингов на этот раз. только они лезут этот новый господи там бронька хорошая им кажется надо сейчас каетесь то есть выстрел и уходим на 2 ты даст нам возможность разделить удары уходим на 2 выстрелы уходим на 2 какая грязь жена 2 гляд не ударил вообще они идут поверку обходят леву стреляют по нему еще хорошо надо отойти чтобы этот не попал да а пусть он подстоит пофиг на меня шлеминг сложно сказать что они тут замыслили как пойдут ну что не пойду там стрелков 4 человеком с богом смотрим как они они группируются отстреливаются человек должен подходить и стрелять и отступает как капец они хитрые вообще капец они конечно хитрецы и молодцы все сейчас будем вязать там уже танки простреливают да хорьки просто хорьки а как вам лучник напихивает а а все отдаю лимминга инициирую короче говоря сюда конечно погнали но уменьшили защиту этому очень аккуратно пожалуйста а здесь можно кстати все равно ассасин пойдет этот не успеет эти завязаны держимся удар хорошие а этот еще лучше как выстроились танки да и причем один замаскировался вообще ему дали гладиаторский шлем никто не знает что он попрошайка с улицы опа прыжок опасный дуруча и туда дальше бегут еще люди ишь как не быть это плохо это еще хуже беги родной плохие удары этих танков скрывать когда у тебя нет ну нет не знаю топора чтобы его сломать или цепа чтобы по голове пробить это проблема ай а это лимитка все каждый раз что дергаюсь да твою налево ой нет не успею да пытаюсь по морали просадить его я пропустил ветер но этого счета нет как не было так и нет дурачок считайте гарантированный губ он по морали не просаживается и все он будет первым ходить еще блин как он дошел до меня он массово я подставил этого и он решил что надо бить по всем ой дурак а там точность минус 30 там скорее всего 60 50 а было бы 80 прикиньте ох это была его фатальная ошибка так ну лемминг тут конечно да старался он даже зарезал кого-то под конец и завязал все это победа надеюсь там не будет третьего сражения там нет некого даже в городе покупать топорик взял от пес иди сюда и завали закончен и с пылой было плывала плывала броня хорошие 2 арбалета хороших прям приятно возвращаемся в город полтора косаря но если я знал конечно я два раза подумал или аккуратненько шел бы так мастер лучков как тебе ты жирный просто жирный пожалуйста и и сразу тебе выдаем не знаю броню шлемак щит прям максимально уродский прям максимально качаем те жизни вынослив и инициативу так поздравляем нашего стиля стрижа который справился и помог нам впитал много урона выстоял даже кого-то забрал но нам такие бойцы не нужны 10 глеф уже 10 глефа у него ним был у него боевое безумие берсерк и это последний перк который я могу взять точность еще четверка прокнула четверка выносливости и тройка защиты у него 107 точности еще будет 11 левом но есть варианты адреналин передышка адреналин даст возможность бить два раза это нет дуэлянт нет страшающий нет подавление низкой инициатива пока не буду ничего брать убить мародерствующих по возле поселения берем и разбиваем здесь лагерь надеюсь сразу нападут а по так человеком на худые лошади выносливость ладно давай выносливости плюс мораль а и у меня нет починки и здесь нет починки короче плывем сюда берем два ремонтных и вы даже починил бы убитые какие-нибудь арморы нет там ничего такого нет я бы взял кого-то еще нанял бы если есть есть может продадимся там номер просто есть может хорошим выйти если попадет на продаем 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 только вычиненные вещи вычиненные вещи и закончились 2 600 хватит ли мне 2 600 на него до нанимаем смотрим об по 61 2 звезды жирный первым ходит это у нас дуэлист инициатива 2 звезды жирный и хороший урон и какой дэв там у тебя семерка-восьмерка средненький ниже средненького так это у нас шпага короче вы поняли это хороший товарищ так пожалуйста пожалуйста набираем пожалуйста щит пожалуйста просто констопорик маленький и уровень смотрите нам нужны хиты а он будет прости великолепно он будет нимбл сто процентов и учитывая что у него статы конские а ему в любом случае плане не нужно брать ладно берем пока так четверка тройка пятерка потому что здесь один мили дэвмэдж тройка потому что максимальный прок инициатива и тройка а сова к обзору для лук до этом ночной кадук к обзору в ночное время это такое какой какие луки если хорошо взяли так стоп там орки же я же должен не пешком был эти плывем лагерек пока никуда не идем да они сами должны прийти до чиниваемся долечиваемся ну и где орки а сунхи ой сунхи понятно у меня денег нет на одно жалование а минус уже 500 крон охренеть и набрал так быстро продавай что чинил пофиг что здесь цены не очень как там мародерствующие орки два дня очень про как поселение за два дня продержалась я вижу следы я читаю следы вы близки догонить этих ублюдков ублюдок мать твою следы уходят орки мародеры двенадцать человек е-мое молодой орк молодой ночь конечно мне тут вообще опа 28 процентов прокнуло молодой молодой что по морали нужно их по молодой а это зря я сделал все короче погнали причем давай непоколебим и сделаем сразу потому что его нельзя будет застанет куда я полез осознать лучше кто бы знал как они орут и тут вырезаться будут мне неким прикрывать так не доставить этого товарища дальше слетать будет что жопа какая-то ладно глеф пока стоять но этот уже мертвый считается оглушение сработало молодец так это вас за танк держится еще бы не удержался вот это самая большая проблема так и чё делать хороши удар неплохой удар но вот это товарищу нравится кресле глефа станет так ты стой в щите пытаясь оглушить есть на 1 оглушил минус щит у нас и он тильтят блин танк не хватает есть первое попадание от глефа 2 минус 3 орк этот встанем это был танцор как который самый непонятный кажется или это был новый у меня лемминг хорошо и здесь вырывается ассасин наконец под бешенством так этого бы станет отлично у него плюс мораль просто опять стан против орков нужна хорошая ну парочка танков которые просто стоят им мочке держит их чтобы им пофиг на стан они не должны атаковать им просто должны держать а вот то что они во вторую линию врываются это проблема есть есть как же я прав что вторую глефа взял так рано блин надеюсь это я не потерял но надо свеженького на нем кажется был этот шлемак да он он с топориком же точно все нормально мы избавились просто от самого не очень чувака с которым я не знал что делать там паника у глефиста прикиньте вот как это воодушевлением сняли но прям паника хорошие стороны нарезали победа жестко 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 это жестко жестко лавла мертвый товарищ и нам возвращаться нужно все речь для того чтобы квест сдать но сначала нужно повысить уровень у нас 2 гля поапнулась и она соответственно берет длина имеет значение ну и качает выносливость дамаг и а я ему хотел еще инициативу если там прок а плохой прок нехороший так а этот товарищ чего зачем он в резерве у меня сидит что я из него хотел сделать у него навык ближнего боя это решительный ассасин который минус инициативу получил в целом он не очень и при этом сколько он требует кажется они жадные очень ассасины 25 крон не так много есть люди которые гораздо больше берут так мне не нравится высокой жаловании которые сейчас плачу это прям 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 не ясно а уже пол 12 все но я увольнение оставлю на на следующий стрим но неплохо 35 день мы сегодня только сержанта потеряли но получили более перспективного товарища у него уже 80 резов на четвертом уровне правда с повязкой и при этом он еще у него типа неплохая защита а и он жирный еще более менее такой был выше среднего в результате мы сохранили трех ладов все сражения выиграли добавили вторую глефу у нас чувак с мастером булавы очень хорошо себя показывает взяли весьма неплохого лучника универсального номада у которого на пятом 72 71 точность и взяли чуть не потеряли мастер по изготовлению луков мы его медленно качаем для того чтобы она мог просто сделал потом уволим получили весьма неплохого такого прям хорошего товарища который будет нас фехтовать в солянова для этого у него есть там восьмерка семерка базовой защиты хорошая атака очень большой жир и инициатива пока он просто качается ну и собственно все получилось хорошо спасибо вам большое что смотрели я сохраняюсь выхожу и ориентировочно завтра по продолжим завтра же суббота завтра больше свободного времени поэтому приходите трансляция начнется ориентировочно где-то в пол третьего всего вам самого доброго переходите на другие стримы низкий поклон товарищем которые смотрят на гг спасибо вам за поддержку сайта пока